4 ноября представители малого бизнеса со всей Украины пикетировали здание Верховной Рады. Здесь они провели акцию, захищаемую свои права разом, в знак протеста против проекта налогового кодекса, который, по их мнению, ставит под угрозу существование малого и среднего бизнеса как такового. На всеукраинский митинг собрались тысячи предпринимателей со всей страны. Они держали различные плакаты и требовали разработать справедливый налоговый кодекс с участием специалистов и предпринимателей. Далее Людмила Шашханова. Приехали с города Мариуполя, Донецкой области. Идем отстаивать свои права. В столицу на всюукраинскую акцию протеста от Мариуполя прибыло три автобуса с предпринимателями. На один день коммерсанты оставили свои рабочие места, чтобы напрямую обратиться к правительству Украины. Депутателем на базар! Под стенами Верховной Рады настоящий бунт предпринимателей съехали со всех уголков страны. Объединиться их заставила общая проблема. Мы уже не первый раз выходим сюда, под стены Верховного Совета. 11 лет назад мы провели упрощенную систему, которая доложит людям честно платить налоги и зарабатывать. Сегодня это пытаются разрушить, отобрать у нас права, работать и честно защищать свое рабочее место. Судя по количеству людей, собравшись под стенами Верховной Рады, малый бизнес не такой уж и малый. Не услышать страйк предпринимателей было просто невозможно. К митингующим выходили депутаты и даже президент страны. Он сказал, что они пересмотрят эти налоги, что они что-то там подкорректируют. Среди депутатов оказались те, кто целиком и полностью поддерживал митингующих, пускай даже не совсем обычным способом. Это означает, я написал, что это власть народного депутата Олега Держка. Тобто, оскільки у нас депутаты ще станут на сегодняшний день, користуются недоторканницей, які их властью, цю палатку никто не має права знести, ні с противників милиції, ні інших. Предприниматели со всей Украины намерены объединиться в одну организацию и дальше добиваться от правительства понимания и реальных действий, поддержку малого бизнеса. В целом митингующие остались довольны тем, как прошла акция. Нас увидели, нас поняли, нас услышали и поняли, что это сила. Это не просто сила, это люди. Этот митинг показал, что это только первый этап. На митинге присутствовало более 10 тысяч человек. Если это по СМИ говорят, что там была тысяча, ничего подобного, там было более 10 тысяч человек. Этот митинг мы сейчас сделали предварительно. Мы хотим, чтобы нас услышали. Следующий этап уже будет. Мы хотим, чтобы нас поняли, чего мы именно хотим, чего мы добиваемся. Это бессрочная акция, пока они не отменят налоговый кодекс и прекратят террор против малого бизнеса. Мы будем защищать свои права. И как заметили участники страйка, если власть так и не отреагирует на их требования, они намерены бороться дальше. Коммерсанты обещают блокировать дороги и проводить новые акции протеста. Людмила Шишканова, Николай Рябченко из Киева для программы «События недели». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова